добрый день друзья меня зовут константин хмелевский и вы на канале иммиграция испанию если вы смотрите этот канал то я думаю вопрос того что вы собираетесь переехать из своей страны в испанию ну либо в какую-то иную страну западной европы для вас является актуальным и вот сегодня я бы хотел вам рассказать про один аспект который на мой взгляд поможет вам гораздо легче адаптироваться в той стране которую вы выберете для своей иммиграции называется этот аспект создайте комфортные условия жизни и если после просмотра данного сюжета кто-то из вас захочет пообщаться лично со мной по вопросам получения вида на жительство в испании напишите в ватсап и мы согласуем с вами время бесплатной консультации итак друзья приступаем создайте комфортные условия для жизни и под этой фразы я имею в виду именно комфортные условия проживания что это означает в моем понимании если в российской федерации либо в какой-то иной стране из которой стране из которой вы переезжаете вы жили в какой-то просторной квартиры квартире или например в большом доме то не нужно переезжая в другую страну например в испанию пытаться для начала временно купить себе какое-то небольшое жилье ну либо же взять его в аренду я по опыту знаю что очень многие семьи состоящие из трех человек ну то есть муж жена и ребенок арендуют либо для начала покупают себе квартиру с одной спальни ну то есть по-русски это двухкомнатная квартира и вот поступать таким образом друзья я вам точно не советую по какой причине в вашей квартире всего две комнаты то есть на ближайшие годы вы обречены что у вас не будет спальных комнат именно спален для вас супругой и для ребенка нет у вас одно общее помещение так называемая гостиная и одна спальня которую вы предположим отдаете ребенку но при этом у вас у родителей спальня как таковая отсутствуют а на днем является гостиной а ночью вы раздвигаете какой-то диван и он становится спальным местом не нужно друзья пытаться сэкономить на своем комфорте поверьте мне когда вы приедете в ту же испанию первый год он наверное будет для вас самым и самым тяжелым в вашем долгом этапе иммиграции но я надеюсь вы приедете надолго и вот если вы загоните себя в столь некомфортные условия как тоже элементарное отсутствие отдельной спальни то вы очень и очень сильно об этом пожалеете я прекрасно понимаю что покупка квартиры с одной лишней спальни может обойтись вам ну на 10 либо 15 тысяч евро дороже а та же аренда вот этой квартиры большей площадью тоже вы переплатите от 100 до 150 евро ежемесячно но она окупится окупится именно в плане вашего внутреннего восприятия жизни в этой стране я приведу вам свой личный пример когда я только собирался переезжать в испанию ну то есть я уже принял решение что буду жить в этой замечательной стране то живя в россии я присматривал себе жилье в испании а в россии у меня был дом площадью 260 квадратных метров я конечно понимал что такой большой объект недвижимости в испании я попросту не потяну но тем не менее я в итоге все-таки подобрал себе тоунхаус с небольшим земельным участком с тремя спальнями то есть два этажа два санузла и как бы это был вот тот минимум который на тот момент я понимал хоть и опустит мой скажем так уровень проживания мой уровень жилищных условий но тем не менее останется более или менее комфортно мои знакомые друзья неоднократно мне говорили когда я еще жил в россии константин вот зачем ты пытаешься купить себе сейчас какой-то достаточно дорогой тоунхаус ведь ты можешь примерно на 60 или 70 тысяч евро дешевле в той же таревьехи найти себе квартиру ну пускай с одной спальней на первое время тебе этого хватит это же временное жилье а потом оглядишься обоснуешься и приобретешь себе что-то побольше а деньги пускай пока полежат в банке ну куда они денутся и вот здесь друзья мне бы хотелось вам сказать очень на мой взгляд важную вещь нет ничего более страшного чем временные решения вот в таком аспекте как покупка либо аренда недвижимости дело в том что вот это временное как кажется явление она продлится 23 а может быть и четыре года вот все эти годы если вы решите сэкономить не самые огромные деньги либо на покупке либо на аренде недвижимости и снимите на одну ну либо на две комнаты меньше чем вам было бы комфортно жить все это продлится у вас на протяжении нескольких лет и возникает вопрос ну разве это временное проживание несколько лет знаете что такое временное решение проблемы вот например у меня в автомобиле в багажнике лежит запасное колесо так называемая докатка она какое-то маленькое по размеру ну то есть меньше чем основные колеса автомобиля там диаметр по моему даже меньше и она так и называется докатка потому что если ты на трассе неожиданно проколол колесо но отремонтировать его конечно же не можешь на месте ты ставишь эту докатку и потихонечку едешь до ближайшей шиномонтажки чтобы тебе починили ну заклеили основное колесо и вот на этой докатке ты будешь ехать ну 20 минут ну может быть час но если кто-то решит вот на такой докатки ездить два три или четыре года но вы знаете друзья это можно смело назвать неким идиотизмом потому что это докатка это именно временное решение вопроса и тут возникает резонный вопрос опять-таки если вы собираетесь первое время присмотреться к испании пожить в ней вот разве эти два или три года которые вы хотите снять какое-то маленькое жилье некомфортное это временное решение поймите например когда я вот я уже завел речь про свой тунхаус выбирал этот тунхаус в основном они в моей урбанизации стояли вот так вот в два ряда эти дома то есть между ними дорога направо тунхаусы налево тунхаусы и если ты выходишь на балкон своего тунхауса то напротив ты видишь просто участки соседей ну честно скажу мне за жизнью соседей что они там у себя на земельном участке делают не особо-то интересно наблюдать было бы и поэтому я очень долго ну как долго несколько месяцев занял этот вопрос искал тунхаус где виды были бы именно открытые и я такой нашел это угловая ну или как бы крайняя улица в моей урбанизации и дальше через дорогу у меня расположены так называемые финки это дома с огромными земельными участками там по три по четыре по пять тысяч квадратных метров и вот когда я выхожу к себе на балкон то я вижу на одном участке растут апельсины на втором лимоны на третьем еще какие-то там красивые растения оливки по моему оливковые деревья пальмы большие кактусы и вот сидеть и смотреть на эти большие зеленые участки которые кстати зеленые круглый год это огромное удовольствие ну по сравнению с тем что я мог бы сидеть и таращиться на участке соседей вот точно так же когда вы будете либо в аренду брать либо же покупать себе какую-то квартиру обратите внимание не только на наличие достаточного я подчеркиваю достаточного количества комнат чтобы как минимум у вас супруга у ребенка была отдельная спальня и было еще гостиная которая не становится спальней ночью обратите внимание также на вид с балкона ни для кого не секрет что в испании очень много улиц где вы выходите на балкон и вот прям напротив ну там в 10 в 15 метрах стена другого дома прямо скажем вид никакой но если вы немного заморочитесь немного потратите времени то вы безусловно сможете найти жилье в котором с этого балкона будет более или менее открытый вид и очень многие перед переездом в испанию рассуждают следующим образом но зачем мне какой-то виз балкона ведь это же страна с прекрасным климатом я буду много гулять вот в этих зеленых зонах ходить по берегу море и так далее а уж вид-то с балкона он вторичен и вы знаете да вы правы вы будете много гулять вы будете много находиться в каких-то зеленых местах но поверьте мне обязательно будут моменты но когда вам просто не захочется куда-то идти захочется выйти на балкон посмотреть на закат который если у вас ваш балкон выходит на стену противоположного здания вы просто априори не увидите и вы очень оцените вот такой прекрасный вид с балкона который вы при желании сможете найти когда вы будете вечерами сидеть любоваться на тот же закат на те же пальмы на какой-то парк поблизости вы знаете у вас будет очень много возникать сложности вот на этом первом этапе вашей жизни в эмиграции и вот такие мелочи как дополнительная комната или открытый красивый вид с балкона обязательно обязательно поднимут вам настроение в тени легкие моменты которые у вас безусловно могут произойти я понимаю что мой рассказ он может быть немножко сумбурный я к нему специально не готовился но резюмируя еще раз повторюсь создайте для себя максимально комфортные условия проживания возможно эти условия будут хуже чем они были у вас в вашей родной стране на первое время хуже но они не должны быть настолько хуже чтобы у вас даже не было отдельной спальни я буду очень благодарен если вы подпишетесь на наш канал иммиграция в испанию и до новых встреч друзья